всех приветствую с вами я веган христолюб и мы с вами сегодня поговорим о православной православной организации вероучения не то чтобы поговорим а я дам ответ на комментарий который сегодня увидел у себя на канале давайте его зачитаем некий жени попов пишет мне здравствуй дорогой ну здравствуй дорогой я для тебя вряд ли пока будем общаться так я в конце этого видео скажу почему я так воспринимаю всегда такие комментарии посмотрел пару видео кстати комментарии по моему к трейлеру на этом канале на моем христолюб или проповеди упивающую в пустыне вегана посмотрел пару твоих видео как пришли к иоанну и спросили так я тебя спрашиваю кто ты нашли или от супостатов наших еще прошу сделай отдельное видео как ты любишь с доводами о том какие таинства в православной церкви ты считаешь неправильного неправильными да и все что в православной церкви ты считаешь ложным только так на отмашь здесь я так понимаю уже не ошибся только так не на отмашь он хотел сказать здесь почему-то так написано не знаю наверно забыл частичку не а то ты гладкий какой-то почти ангел так посмотрит на тебя люди слабые и поверят и пойдут и пойдут за мной но я дам позволю себе дополнить мысли жени я так понимаю что он то не верит вот и он не слабый да и не идет за мной и не хочет идти за мной да я за собой то в общем-то никого не призываете но об этом я скажу позже давай друг друг вряд ли я тоже для тебя специально подпишусь буду ждать и и додаст тебе господь наш иисус христос смелость вот такой вот комментарий я жене сразу выражу прежде всего конечно благодарность все равно за действительно вот как меня укоряют как я груза не восприятие критики там или с баны до резки нет вот пожалуйста же не пишет я конечно буду тоже говорить ему нелицеприятные вещи я православие и частности буду разбирать его комментарии опять же я буду делать это зеркально с тем же самым уважением может быть это лицемерное уважение может быть это подхалимство может быть это до подкрадывание под меня но я этого не знаю заранее судить человека по поступкам которых он не совершал я не буду никогда этого не делаю вот а по этому комментарию в любом случае смотря на мои вне внутренние какие-то чувства ощущения что полагает мне господь на сердце я буду опираться лишь на слова уже не написал достаточно этичный я бы сказал мирный до комментарий и просьбы ко мне и вопросы и пусть свои выводы он сделал да почему я говорю тут же легко читается между строк что он не слабый человек да он не верит мне не идет за мной до посмотрел пару моих роликов да он считает православную церковь так называемую по сути просто организация да не считает ее не ложными и и обряды правильно ведь вывод это зеркальная читая делаю такие человек я могу ошибиться опять же я после этого видео не буду вступать больше в такие я обычно один раз цитирую какой-то чей-то комментарий своего человека появляется желание я и жене сейчас прямо в лицо вот это говорю глаза в глаза все есть желание уже развивать эту тему я не считаю правильным формат ты пишешь комментарии текстовые а я часовыми кто знает тем более достаточно будет этого ролика который получится опять как всегда не меньше часа да я буду тебе отвечать потому что я тоже строю кучу догадок как ты видишь предположение гипотезы чем это если можно побеседовать пожалуйста тем более если вы претендуете на роль действительно критики как вы считаете может быть помощи мне до в познании истинными руку протягиваете ну что может быть лучше живого общения пусть и удаленного по интернету посредством таких возможностей сервисов как скайп там ну или какие угодно у скайпе сразу все можно еще сейчас и записать без всяких сторонних программ внутри скайп уже добавлено давно кнопочка записи ведется при ее нажатии начинает производиться запись беседы она сохраняется в чате каждый может и скачать и где угодно и и сохранить у себя на память или в публичный доступ и и в открытые просторы интернета пустить пожалуйста есть желание пообщаться тем более публично я дам тебе ответы на все вопросы я беседу кто видел я могу говорить с человеком час это попробуем понятно 2 тоже видно попробуйте по беседам даже люди видели я могу общаться 3-4 часа без остановки без перерывов 5 часов не такие были беседы пожалуйста хоть 10 часов и хоть ни одну ты хочешь по дискутировать на тему православия хочешь слышать мои доводы может быть я буду тебя чем спрашивать это сам-то я не ищу и а православные я буду выражаться своим языком о православной секте можешь обижаться может нет или еще кто-то вам если неприятно слушать но это так это мое восприятие у меня об этом достаточно написано я о православной секте знаю не понаслышке я практиковал и чист честно и искренне на протяжении нескольких лет около трех лет я был в православии я поступал в православную семинарию два раза с отличиями я сегодня об этом еще буду говорить вот более подробно пожалуйста хочешь провести беседы какие-то сейчас не будем их называть диспутами или наоборот дружескими ты же меня другом называешь до дорогим более того другом пожалуйста я открыт звони что тут стесняться ты боишься ты окажешься наоборот слабым ты же пишешь что кто-то слабый значит и сильно ну что ж сильно сильным давай поговорим а меня ты правда я так понимаю намекаешь на мою слабость и трусость раз желаешь мне чтобы иисус господь и бог на ждал мне смелости она у меня есть и свидетельство и смелости говорение истины пять лет на ю тубе этого голоса истины обличая ложь зло нечисть всякую и проповедь блага и истины добра и света поэтому мне эти пожелания как бы неуместны она эта смелость мне богом дана я ее кстати реализую пожалуйста если у тебя и ты чему учишь как иисус сказал самство есть ты сам сотворилась ты сам смелый бог тебе дает смелость если ты знаток того в чем пытаешься меня переубедить то пожалуйста давай открыто побеседуем в скайпе это касается всех кто слышит это видео слышь сейчас мой голос на приглашение да то есть поэтому потому что дальнейшие такие я не строю свой канал на вот такие вот кто видел до 1 2 я беру за основание для проповеди потом это слишком все не нужно потому что я говорю я много делаю выводов возможно ненужных и в чем отличие беседы вот от такой проповедь ты можешь сразу что-то корректировать сразу уточнять я могу заводить сдавать наводящие вопросы мне тоже что-то непонятно я вынужден додумывать там из текстового комментария много много чего а мне тоже возможно кое-что интересно узнать о тебе твое мировоззрение я бы дал более правильный точный быстрый и нужный тебе ответ вот это очень важно плюс у меня есть свои планы даже на ту же самую проповедь и нет желания если б я с каждым вот так я много людей заблокировал который просто вот именно тыркали меня из одного того когда мне уже тысяч раз на все это отвечать я просто не хочет это воспринимать вот и все так что так вот это такой дисклеймер вперед к тому кто задает мне очень глубокие большие вопросы тем более жаждет их ответа если это так то пожалуйста давайте беседовать в беседе как говорят познается истина да ну я говорю я в ее познании не нуждаюсь то что я ее познал вот ну а кто желает и познать мы можем или считать тоже что не познал но почему-то у нас разное познание если мы можем публично раз вы считаете что это кому-то принесет пользу да мы можем поговорить что касается дальше самого ответа именно поэтому я сейчас жене даю ответ причем прям я буквально только сохранил этот скрин этого комментария и сразу записываю видео и но видео не той когда он просил о чем сейчас будем говорить что целые серии выпусков о православии это ролик не начала этого это ролик о том чтобы сказать что я планирую дать ответ свой на этот комментарий давайте еще раз его теперь уже поподробнее прочитаю ну от нашли от супостатов это не я буду теперь уже говорить а ты сам будешь решать да поэтому если я как иисус сам свидетельство о себе то в чем тогда смысл да в этом плане посмотреть на и мои дела посмотри на мои проповеди ну ты уже по сути ты мне кажется сделал вывод но при этом зачем-то спрашиваешь меня как-то не знаю я считаю что вопрос некорректный зачем спрашивать меня если ты можешь посмотреть тысячи моих роликов уже тысячи не я не один вот и посмотри несколько роликов у меня их тысячи ты посмотрев их сам для себя решишь от ваших я это что значит ваши или от истины и вообще не знаю принимать ли тебе или не принимать это твой выбор дальше по поводу просьбы жени и еще прошу сделай отдельное видео как ты любишь о том какие то есть проценты считаешь неправильным да и все что в православной церкви ты считаешь ложным слушайте вы представляете какого масштаба это будет видео кто давно меня смотрит тот знает что я заикался о том что когда-нибудь вот наподобие веганство помимо того что тоже у меня был уже много роликов о веганстве в разной форме по разным вопросам сказано я решил еще по образу это землянина это вильсона как он написал книгу записал свои ролики там 30 ответы на 30 оправданий не веганов да о веганстве и я по его примеру стал такой даже плейлист записывать да не веган потому что и очень неплохая мысль и название для плейлиста который я хотел я об этом заикался я точно не помню в каком ролике да неоднократно это говорил о том что я планирую записать как-нибудь возможно если до этого все дойдет я не про и вот можно и в таком же русле я не православный потому что можно в таком сфере назвать но я сейчас для же не для таких как он ну и для таких кому просто интересно кто меня уже давно смотрит почему я в общем то ну это потому что мне много чего хочется то и на все не хватает просто жизненного даже времени всегда есть приоритеты ценности и за все хвататься не все успеваешь невозможно все одновременно вести я сейчас веду реальность своей жизни забот каких-то оставил даже опять на на половине ли там насколько на 1 3 даже по моему ну или на половине дошел по моему вот именно запись этого плейлиста веган 30 30 оправданий да я не веган потому что не 30 у меня так он называется там больше даже будете хочу свои добавить некоторые потом еще там я я не веган потому что иисус я буду все разбирать то что касается нового завета вот этого да то есть это огромный труд огромная работа она получается только в процессе опять зависла ну несмотря на то что она зависла кто видит мой тут труд и творчество от начала того как я начал в ютубе проповедовать я хоть и бросал что-то оставлял потом все равно заканчивал да у меня целиком записаны просто евангелие весь новый завет у меня целиком записаны ветхий завет это был огромный труд огромный путь огромное путешествие кто его пройдет вместе со мной тот никогда как я говорю не останется прежним это кстати и ответ и жени пожалуйста да узнать кто и откуда от ваших лет ли по супостатов а ты почитай вместе со мной хотя бы евангелие потому что и новый завет весь заинтересует может ветхий посмотришь да можно узнать все мои мысли о церкви ты думаешь я когда эти когда читаю библию не говорю о сектах не говорю о лживых учениях не говорю об обрядах и таинствах конечно говорю все это там есть тоже у меня множество проповедь о которых мы сейчас переходим уже к ним на канале на этому христалю проповедь выпивающего в пустыне вегана тематических собранных по плейлистам более того есть йога йога глазами вегана христианина да сейчас коран пишу на библии это тоже большой огромный труд параллельно я делаю поэтому когда все это получается теперь зависит но я закончил эти вещи ты сейчас о законченных перечислил да сейчас у меня висит вот именно коран на библии идет ну не висит а идет потихоньку это его оставил там уже закончили записанные вот сейчас я сейчас я свои бытовые дела как раз тут по подтянул то что я в новый дом переехал в старенький новый дом в деревеньке где мечтаю создать веганско христианскую какую-то общинку святых людей то есть и тут немножко у меня сейчас весной было это естественно как и из-за нового заезда и из-за всех этих делов огородных делов огородных но я чуть-чуть подрать разгребся как говорят сейчас буду свой день уже пополам делить на деятельность интернетовскую ну и свою бытовую жизнь причем тоже которую еще и умудряюсь и стараюсь тоже вести виде блога тоже делиться всеми этими вещами даже бытовыми да для действительно для счастливой жизни людей как жить на земле как жить правильно на земле на как все растить выращивать заботиться обо всем как устраивать свой быт все об этом тоже стараюсь вести тоже время силы и так далее вот и поэтому меня как минимум сейчас на библии и на на проповеди висят и так 2 2 темы которые я веду это помимо вот таких вот на проповеди и еще всяких записи которые все равно выкладываю вот именно в анархаичном порядке по мере поступления вот вопросов или собственных мыслей которые хочу выразить сформировать какую-то проповедь на библии от коран читаю на проповеди это не веган потому что я говорю когда он даже закончится потому что это в основном связано для всех людей неважно для кого а потом еще не веган потому что иисус или там апостол павел апостол петр вот так я их буду на картинке показывать и все места из писания разбирать которые трупожоры убийцы животных притягивают к тому что им якобы можно творить беззаконие войти каким-то непонятным образом в грязной одежде в небесное царство низко сокровавленными руками и ртом такого не получится вот так что вот так вот мой дорогой у меня слишком много дел заботами есть приоритеты тоже какая-то система ценностей я бывает от чего-то отступаю что-то меняю да но сейчас записывать цикл цикл это не получится в одно ролик ты знаешь я по йоге во христе так назвал на картинке название ролику было йога глазами христианином я записал 30 видео получился целый плейлист ты знаешь чего началось тоже с одного комментария причем в одну строчку мой взгляд на йогу закончилось это хотел один ролик записать во время ролика понял что на 3 растянусь сказал все ждите еще трилогии еще двух роликов в концовке кончилось это 30 роликами я прошелся отложил тоже все дела все какой-то там план проповеди у меня есть план проповеди какие-то мысли возникают у меня есть там записана электронная книжка я все пишу ты знаешь мне там вот такой вот список долгов как я назову самому себе который я помечал что ты туда даже какие-то аудио свои мысли записываю там что-то что мне на тот момент чтобы потом пой понять почему мне это захотелось записать что я хотел конкретно сказать мне там знаешь какой список невыполненных проповедей которые я хочу сказать я отложил все записал йогу во христе 30 видео по по 8 до ступеням йоги а в ступени в каждой в каждой ступенечке есть шаги вот и получилось 30 видео ты просто меня не знаешь ты ты просто не знаешь на что-то нарвался ты такого как я просишь записать видео православной церкви ты думаешь отделаться одним видео это будет серия огромная серия но почему я не брошусь его записывать сейчас я тебе объясняю и таким у кого есть подобные вопросы ко мне и вообще хочет эти все моменты выяснить когда вы переходите на мой канал христолюб проповеди в пустыне вегана заходите в плейлисты ну все это есть на главной странице как раздел называется ну или в плейлисты вы выбираете проповеди христолюбца по темам вам открывается вот такой вот панорама со всеми моими плейлистами кстати не так много все их можно рассмотреть и у них у всех достаточно я считаю говорящие название чтобы понять какие видео там и есть и вот по поводу сразу скажу таинство самое центровое ну их два так скажем да все это прекрасно знают таинство это первое это кричит это крещение якобы которая вводит человека в церковь христову и 2 за ним следом но крещение это разовое таинство а вот постоянно поэтому так можно сказать его назвать самый главный центровой это причастие тела и крови христовой поэтому по крещению у меня даже нет отдельного плейлиста и я не как-то видите мне нет желания тоже так забить так канал чтобы было до много плейлистов но мне нет желания крещению посвящать даже отдельный плейлист выбирать хотя роликов по крещению достаточно но вы всегда найдете все видео по крещению по крещению я вас учу как это делать это вот в поисковике есть вот такое видите на экране он специально все парк показываю визуально что вы это видели здесь есть такой лупка как всегда это называется поиск по каналу это не верху вы забиваете в поиски youtube а вот здесь вот видите запрос на экране у вас это весь youtube выйдет а вот здесь вот по каждому каналу есть просто сейчас я показываю таким курсором я не могу одновременно туда текст вносить но вы сюда любое слово вбиваете с клавиатуры и у вас все ролики этого канала если где-то в названии или в описании есть это слово вам выйдет поиск и по поводу поэтому крещение ты вполне можешь зайдя на вот канал вести крещение и найти все мои ролики тоже самое можно сделать на канале библия и там ты все найдешь но они кстати из канала библия из этого канала в некоторых плейлистах и так есть и дублируются и ты встретишь и вот по поводу плейлистов вот по поводу таинства поэтому крещение ты найдешь и так достаточно роликов только недавно вышел ролик крещение зачем она почему и кому нужно поэтому такие ролики у меня отдельные есть может быть после вот этого видео я все-таки плейлист крещение сделаю не знаю если в этом смысл соберу туда все видео есть у меня кстати именно по поводу и к там купания вплоть до того кто помню прошлом году я записывал да по поводу причастия как ты видишь на экране есть целый плейлист называется тело бога иисуса христа и о плоти и кровь причастие божеского естества там он длинный сколько можно было символов в названии стараюсь всегда по максимум все эти вещи использовать посмотри сколько видео 27 роликов ты сможешь их посмотреть там все собрано начиная с этого канала что здесь есть свободной форме ну и заканчивая даже там и беседами то есть в плейлист можно собирать ролики даже с чужих каналов любые видео с ютуба ты же их не перезаливаешься на канал то есть они не не по не попадают под статью нарушение авторских прав но естественно все мои видео и просто не с канала и вот именно и библия чтение библии то есть все что я там по писанию читал прекрасно знаешь моменты в евангелии или там в новом завете где апостол говорили о причастие я при чтении просто на канале библия этих мест я их просто сюда тоже ролики понакидал беседа если мы касались этих вопросов там тоже есть 27 видео тебе мало достаточно раз ты подписался даже на мой канал ради вот этого вот любопытства то пожалуйста это уже как минимум по поводу причастие к крещению по поводу всех остальных то есть так называемых по поводу там исповеди покаяние и так далее это еще большой вопрос пока это считается туда или это просто норма до евангелия и это все есть пожалуйста в поисковике на моем канале на клавиатурке набираешь покаяние испыть и все будет выходить дальше вот просто по моему каналу хотя у меня есть кстати есть видео то есть я занимаюсь тем что в принципе меня в анонсе у меня есть на каждом канале я записал инструкцию по канал я сейчас тем же сам занимаюсь вот не знаю зря не зря но так я вижу ответ на твой вопрос пожалуйста по поводу православия ты же сказал еще не просто по поводу таинств твой вопрос как звучит да и все что в православной церкви считаешь ложным пожалуйста посмотри ниже что идет у меня ниже идет ученики и наставники плейлист там ты тоже найдешь достаточно о православной секте более того есть плейлист ереси секции секты лжеучения религии протестантизма православие католицизма это естественно в моем понимании секта то есть как раз это если ты на православный ресурс зашел нашел слово секты ты бы думал что и таком угодно только не православие а у меня это как раз о православии здесь 65 видео ты там найдешь много моих мыслей о разных и вероучительных и практических моментов православной секты по названием роликов ты много поймешь какие смотреть какие не смотреть можете там не интересно протестантизм хотя очень часто я бывает все в одном видео говорю вот то есть пожалуйста тут все есть этого уже и и как а так скажем это знаете как всегда даю очень любит и правильно так делают да это когда укоряет каких-нибудь ораторов проповедников кого угодно учителей что да все плохо любите говорите как хорошо пожалуйста если хочешь познать как хорошо и как правильно как истина ну как минимум те подойдут два плейлиста и то есть библия или собрание книг писания ветхого нового завета это тоже очень важно но вообще есть многие ролики пересекаются их добавляю зеркально в разные плейлисты что не очень хорошо но в принципе человек кого зрительная память развит он увидит что на тролльку рассмотрел или с первых минут услышит и посмотрит другой вот некоторые потому что бывают видео они просто пересекаются просто пересекаются темы ты и там и там говоришь и туда и туда хочется добавить его до ты поговорил о библии и тут же все равно дал суть учения христа его конечно да и туда и туда добавить но в любом случае конечно это не так часто может когда же может быть и редко плюс было время я все-таки почистил и решил не так и дублировать уж совсем важный ролик в невозможно никуда от нее к нескольким получается надо относить я добавил много почистил и пожалуйста у меня есть плейлист суть учения христа и христианской жизни по его заповедям 85 видео там ты тоже много чего найдешь вот уже этого достаточно того чтобы не ждать от меня как ты написал подписавшись на мой канал от меня какой-то там какого-то тем более одного видео это будет ни одно видео это будет серия роликов о том что такое православие православное учение мировоззрение это и разные вещи тоже да как как они смотрят на разные жизненные вещи чего там допустим нет в каком-то теологическом богословском учении пожалуйста поэтому знаешь меня уже много раз я так рвал сердце счет кому-то там пытался сразу сделать и все это оказалось и я не уверен что ты послушав этот ролик вообще как ты не отпишешься и забудешь про меня я его неизвестно уже для кого пишу вот поэтому бросаться что-то там писать вот этого достаточно достаточно для начала ты будешь это все смотреть до того времени когда возможно я как раз исполню свои какие-то эти планы запишу то что я планирую и доберусь когда-нибудь и до православия вот что вот так вот разбирать его по косточкам я это откладываю на потом когда уже как это делать нечего будет но что мне достаточно об этом сказано более того первые мои видео даже на канале вот как раз проповеди а уж тем более беседы которые начинались я только-только вышел да по плоти из православия решив с ним полностью завязывать еще первые беседы первые видео мои они пронизаны и ссылками на святых отцов их ними их ним языком я говорю еще по привычке их ними цитатами до много рассказывал своем опыте своей практике да еще все это звучит кто слышал имени нечего скрывать да я все что хорошее я брал у любого человека того же самого святого так называемого неважно православной секты или или кого угодно да я видел что это добро соответствует истине и это принимал и это исполнял то есть первые ролики ты можешь вообще мой канал начать самого начала смотреть вот этот особенно на библии можешь со мной почитать евангелие возьми евангелие от матфея его кстати начинал тоже именно матфея там уже второй круг я пошел так и на восьмой главе остановился после наборной проповеди тоже кстати висяк у меня второй круг я все-таки решил значит должен закончить его записать да там я читаю сразу до параллельно два перевода уже не только синодальной но и вот новый русский но один-то круг я записал это огромный был труд и кстати начинал я с евангелие от матфея вот тогда на заре своего проповедительства на ютубе тебе она будет ближе всего потому что там я еще в плоти игры до ссылок на православных святых делаю евангелие от матфея как раз тебе может зайти первый по крайней мере круг вот это тем более евангелие от матфея который я писал еще прям вот вот этого достаточно если ты не будешь это сразу вот раскроется все твои просьбы ко мне нужно тебе или или это или тебе не нужно если я тебя увижу или вот тем более я говорю но вижу твои комментарии а в идеале чтобы мы с тобой созвонились побеседовать здесь такое желание до вывести меня на чистую воду сейчас мы еще твой комментарий дальше будем разбирать уже это я вот я же быть по порядку тебе когда меня укоряет вот в этой да какой-то не любви чуть ли не к людям да неужели не видно моей любви да я вот даже я я считаю что зачастую трачу я так чувствую я я бы с радостью хотел ошибиться но я чувствую что это опять трата времени хотя много раз говорил в душе и понимаю что это посвященное время даже это даст кому-то пользу да но скорее все ты не пройдет и немного времени ты будешь где-то уже далеко от меня и забудешь обо мне что вообще есть вот но что-то из моих слов даже этих которые ты может быть услышишь или еще слушаешь или уже давно нажал на красную кнопку они останутся тебе в сердце навсегда я это знаю плохое воздействие хорошие они на тебя произведут это уже не зависит от меня вот так что я вот отвечаю по порядку ты спросил я тебя дал ответ этого достаточно доберусь я когда-нибудь и теперь я уже это вот был бы повод для беседы но я публично задам эти вопросы если ты намерен на них отвечать ты конечно можешь на один коммент ты можешь мне ответить в комментариях я прочитаю но я уже не верю ответных роликов писать не буду я не хочу вести такой какой-то диалоговой запись это формат беседы я люблю беседы тоже более все понятно быстро будет поэтому если уж будет желание у тебя пальцы тянуться клавиатуре что-то отвечать тоже будь готов тогда созвониться ты можешь себе пометки делать чтобы не забыть о чем ты хочешь поговорить что сказать даже мне все выслушаю молча если скажешь помолчи эти все скажу часто и там зачитаешь все что ты хотел мне высказать я могу и так пожалуйста вот по поводу вот этих видеороликов ты знаешь откуда вот я почему еще кстати тогда я приткнулся у меня на сердце пока нету не лежит какого-то четкого видения хоть и прессе прессе и бог альфа омега начало конец бог анархии порядок одновременно при все свои тоже анархаичности кто знает и видит я люблю и порядок все все в мире у бога складненько да и все совмещается и мне так и не лежит пока на сердце какую как как какую структуру выработать вот я почему должен взять что должен писать ты же прекрасно знаешь что православной секте не мне тебе рассказывать точно так же куча разделений внутренних пусть и неофициальных ты знаешь взять профессора осипова которого я знаю дословно практически я занимался очень глубоким изучением его трудов кто знает меня от первых времен кто знает что я даже сайт им посвятил и контент который у меня был уникален и я нарезал все его ролики там ответы на вопросы у меня даже был серый канал то скажем ему посвящен он там набрал десятки тысяч просмотров все мои ролики у меня даже одна женщина попросила потом мой архив ей подарил его подарил это был титанический труд в течение нескольких лет вот такого не было мне даже повод имени осипа писали как-то это собрал все я его весь весь контент вот как ты бы меня взял все ролики с 94 года я нашел ее первое видео я все три раза пересмотрел это тысячи роликов все вопросы на ответ которые где-то я отрезал и потом нарезал и группировал там был уникальный труд уникальный сайт получился я все это оставил потом конечно поняв какой чушь он в концовке призывает мне потребовалось несколько лет чтобы да вот это все узреть разобрав человека по полочкам с этим патриотизмом да с тем же сам трупожорством когда ты это видишь разбирает человек начале кажется да ой как все хорошо говорит нет за этим скрывается тьма вот и от всего этого отказался но какой труд я сделал поэтому когда вы обо мне там что-то или пишите про смене знаете я могу узнать сказать что я знаю осипова я человека еще раз повторяю посмотрите сколько видео у него в интернете но пусть уже за несколько лет еще набралось это был огромный контент здесь чертого года у него первая запись я нашел 24 года по-моему было это же такие вещи видите до сих пор помню так чьё мне верность прекрасно знаешь что есть по многие не принимают вплоть до ненависти до кого ткачева у них у всех разные отношения даже вероучительный момент что закон божий слободского мне начать читать из к с комментариями я тебе сразу скажу что это делать не буду эта книга достойна топ помойки вот вот как говорю как есть ее место тупо на помойке больше нигде и и ни в коем случае нельзя давать человеку даже в руки как бы сейчас для тебя это как для православного звучало эта книга место которой на помойке детям ее читать от закон божий вообще ни в коем случае нельзя если не хотите своих детей сделать просто моральных уродов религиозных тупиц эта книга на помойке должна быть но вступительный экзамен один из предметов именно именно экзамен по послу по закону божьего слободского я его знаю наизусть ну я или наизусть но я конечно правильно выражаться дословно это я уж так преувеличиваю люблю контраст ну хорошо дословно тоже я знаю слободского я все эти экзамены сдал на отлично на пятерки я как меня все удивлялись я в школе был средним среднячком у меня были пятерки тройки двойки и четверки вот но в семинаре все думали что я ботаник я сам на себя удивлялся уж я все знал и все сдавал на отлично да я два раза поступал в православном семинаре об этом я тоже рассказывал ты возможно еще не вилл эти да я хотел на на заочные меня наш воронежский митрополит сказал чтобы я шел на очная я не хотел идти на очный но сдался на тысяч но скал но не хочешь тогда мы тебя и на заочные примем ничем не аргументирует просто хотел сломать меня я я приехал на экзамены на заочный сразу сентябре там они были хорошо на следующий год еду летом там еще на был месяц пробыть вот это все послушание там я сдаю вместе с очниками которые поступают живу в общаге все на это все смотрю как он мне тоже говорил что типа чё ты там типа не хочешь я вам объяснил там причину мне со здоровьем были проблемы мне 30 тогда было два по моему сейчас уже под 40 мне на сколько уж лет прошло я вам объяснил причину мне это не надо все уже я живу там в деревеньке у батюшки в храме прям да мне хорошо там лес кругом я все уже это мне не нужно вот это все я я получил высшее образование я знаю что такое студенчество зачем мне все это вот он уперся рогом да и все хорошо я приехал через год на очный все месяц отрабанил у меня жуткие были проблем со здоровьем у меня там проблемы кто знает тот знает помимо и там это головные боли там жара все что я там было у меня экзема проблему мне она там так открылась как всегда это бывает да что у меня даже все кто сидели я в столовую ложку взять не мог у меня покрывается как это проказы конечно сейчас можешь всегда это прелести что я грешник лютой да тогда кстати был православным что же меня так бог наказывал туда или видел мой сущность черная что я когда-нибудь восстану да ну это вы любите все это лишь бы как как его тыкать что за грехи все его которые неведомы правда никому но вот раз так значит грешник я ложку взять не мог я ел вот так как седая зажму между пальцами чё у тебя ты как это видно с трех метров когда у меня там начинается у меня сейчас конечно есть но это не в такой степени слава богу пока вот еще ковыряюсь и хожу на своих ногах когда расходится там жуть что у меня меня освободили от всех физических работ я не могу ничего я ничего взять ни к чему прикоснуться не могу когда у меня начинается у меня руки не пальцами сгинается у меня кожа деревенеет все я вот так вот не могу даже она у час но я могу в камеру показать вот это экзема называется сейчас фокус не ловится это не хочет ловиться а я убрал автофокус стоит ну я думаю так даже было видно кто захочет увидит вот это я с этим живу все время хоть вот они гнутся и как ты видишь хотя у меня пленка и вся кожа и нет эластичности кожи и от этого страдаю когда на ногах все лопать я встать не могу и на ноги там все расходится я лежу или хожу плачу уж я до туалета не могу встать пройти ночью не доставляет дикую боль мне все разрывается все затягивается тут же деревенеет да и тут же все это рвется вот так я живу так я жил в этой этой я поступаю опять с отличием меня все хвалят мне все хорошие характеристики я месяц там или два там надо было я уж не помню и либо июль август либо было тоже а я уж забыл два месяца он даже это все было длилось так называемый предпоступительность даю все на отличие что и точно так же опять вся та же самая картина как врачи ко мне единственного то есть вот так как я больной меня был на это я заявил об этом опять вызвали какую-то ихнюю комиссию у них там были врачи которые в семинаре являются ну как это но на выезде да то есть понятно не мог свои это была врачебная комиссия они написали заявление что я не могу они дали заключение поговорив со мной полный пакет я тогда пытался лечиться мне там этот батюшка где только не возил всем не пытались как-то помочь мне полный пакет был там исследование заключение куда нет чуток не лепили на голову на руки там все они все изучили со мной поговорили все сделать дал мы не рекомендуем ему его кочного обучения наоборот к заочному ничего вот на что это жесткая иерархия люди станут спрос не пробивая митрополит не там не пофигу либо идешь на очный либо то он уперся в меня и все просто на заочный берут как женат и ну да там дети все понятно взрослые а я еще холостой был хотели меня к себе прибрать а я не хочу я не могу и не хочу не хочу еще психически потому что я не хочу находиться я побыл с этими мальчиками 16-летними в одной комнатке где 8 спальных мест если не соврать я не стал мерить это вот меньше сейчас этой комнате в которой сижу в два раза эта комната 4 на 6 24 это 12 квадратных метров она вот пополам я вот вижу и двухъярусных 8 спальных мест 4 кровати по два один стол пройти между этими можно было только вот так ну с животами ребят никого не было все были такие подтянутые в 16 лет вот мы вот так вот расходились просто боком пройти плечами было друг с другом просто невозможно на низк кровати сделаны низкая кровать у меня колени почти душей было ты сидишь как будто на на в присядку по он да как называется это ужасно все ужасные условия на самом деле это жуткое жарящие щек потому что она оказалась солнечно это короче это караул да и это да ладно хотя вот и я все даже об этом говорю не то что я такой придирчивый потому что вот им я болел ужасно меня когда мне так жарно меня это солнце в окно деться никуда нельзя какие-то там кондиционеры нет там ничего да и мне плохо а уж про ребят я не знаю стоит ли говорить я кратко говорил я увидел что их интересует 16 лет они попали туда половина это сыны попов которым вообще ничего не надо их папа они перед папами перед мамами у них выбора нет их так воспитали и как бы то норму он понимаешь что скажет я не хочу семинарию он разобьет сердца своим родителям и вот они идут туда им это даром не надо у них в голове только девочки качалки машины все как у нормальной молодежи я все это видел более того я увидел опять очередной раз все это лицемерие все это лицемерие которое заквашивается и утверждается они перед этими как там называли смотрящие ты можешь все это знаешь они вот такие все ангелочки ничего этого не рассказывает там нет никакой дружбы нет никакого настоящего наставничество в плане даже каких-то этих старших смотрителей они там ручки целуют а сами я слышу что в нашей комнате творится хихи ха ха ржаки наезды подколы такой не прям уж прям я-то вырос в обычной молодежи даст и молодежь не прям так грубо как у нас было там с матами перематами жесткочем но достаточный уровень я их не судил я духовный человек я могу судить о духовном и оплотском я понимаю что это нормально для них и я понимаю что такой грех настоящий это зло против ближнего если это действительно настоящее зло а вот это все 16-летние забавы которые если безобидные это нормально это нормально желание заниматься там спортом да даже чего-то добиваться такого безобидного там они тоже все это качалки там да ради бога я сам поддерживаю старая себя себя в форме но им-то это запрещают но там не то что там есть зала в семинаре я знаю в московских я видел я имею ввиду что наставники не знают о чем они говорят о чем мечтает я видел это лицемерия который заквашивается которые делать тут из этой потом этих менеджеров этой секты как их делают я уже мне достаточно 32 я же не мальчик я прошел школу жизни я этому же митрополиту объяснял я что мальчики стою перед тобой мне 32 года я отучился работал да я что 15 лет пришел в монастырь что ли не 32 года мне есть жизненный опыт за плечами же не вчера родился вышел до мальчика из школы выкинули это глупость так по какому мы будем изучать курсы записывать слободского выкинем от помойка с какого сайта мы будем брать православное вероучение прославное мировоззрение это вообще ушла там вероучение но плюс-минус должно на всех сайтах соответствовать это мы с какого будем ты мне дай тогда ссылку с какой ты хочешь ну хорошо я буду под тебя подстраивать раз ты такое желание если она останется с какого с православия ru с официального сайта московской митрополии или другой митрополии или вообще зарубежной православной церкви а там вероучения немножечко разные или с какой или с азбуки мы будем где мне брать откуда ссылаться может вы скажете ну там вот ерунда а мировоззрение о это вообще что значит мировоззрение оно неофициальное один поп одно несет возьми современный мир современную проблему прививки вакцинации к вида ты послушай а что каждый поп несет с какого прихода а что известный каждый поп блогер несет с ютуба что брать за основу то есть и мне какого-то знаешь пока не сформировалась вот такого видения как бы я хотел это вот видеть этот курс этот плейлист не то что прям православие не достойно этого моего внимания для обличения нет я это даже с радостью бы сделал чтобы людей спасти от этой клаки и блютины вот но пока роликов достаточно кто попадает а какой-то пока курс у меня я не знаю для людей интересующихся писанием библия все записаны пожалуйста смотри я там все говорю там параллельно ведь любое любое вероучение и мировоззрение любой секты псевдо христианская будь то православие каталицизм протестантизм она же построена прежде всего на библии на стихах цитатах и когда я читаю и знаю что это там притягивают за уши или прямо вот к этому-то мировоззрение я там все об этом говорю поэтому то через мои уста услышит голос истины захочет разобраться более в них у него есть чем что посмотреть чтобы исследовать вместе со мной или параллельно со мной как угодно лично со мной на тет-а-тет общаясь это вот так вот поэтому но я те кто может и не накидаешь может и не сбросишь вода был бы неплохо вот даже ссылку на там азбуку на конкретную страницу вот вот поэтому пойти плану да может быть я нет я если может быть я посмотрю этот комментарий посмотрю ссылки когда у мне что созреет когда я доберусь умеет свой план я говорю сейчас у меня вот идет коран на сайте библии на канале библии и не веган потому что на этом канале на канале проповеди я пока буду придерживаться есть у меня там другие еще мысли ну я говорю если что-то через тебя через кого-то я увижу и меня на сердце бог положит все отложите так записывает да может быть на сегодня вот так давай еще по поводу твоего комментария ну только вот не наотмашь ну как я сказал ты мне не наотмашь не умею но все об этом я поговорю а то ты гладкий какой-то почти ангел так посмотрит на тебя люди слабые и поверят и пойдут я вот этого коммента и вот этой мысли вообще не пойму что значит какой-то гладкий и ведь это же мышц твой комментарий лишний без не вырывание из контекста хотя как эти сказал я понимаю как я понимаю тебя я не знаю что ты вкладываешь может быть я неправильно тебя понимаю но я понимаю то что понимаю из чтения ты же цепочку выстраиваешь что я должен все это записать и как будто мне не хватает а если сейчас закончим до конца но мы уже прочитали да что бог не дал смелости да я одну одну фразу не дочитал то есть как будто мне не хватает смелости во всем этом сказать чтобы кто-то от меня узнав что я так мысль отвернулся да мне до лампочки это все я как раз говорю и сказано вот так вот я вообще с трудом представляю как ты если ты православный а сам как в доску будешь смотреть эти видео и я представляю какие комментарии посыпется после вот этого комментария видео и если ты будешь дальше смотреть мои видео о да все которые отдал не ваш там а прославили близкой для сути учения поэтому что и как что здесь гладкий а если я запишу эти ролики я гладким перестану быть я всем говорю я святой потому что я добрый я святой не по вашим признакам святости что я на небеса до возношусь в молитве отрываясь от земли до сами вы своим святым не уподобляетесь которые не убивали животных настоящие действительно великие монахи ели только простую пищу вы сами этого не делаете этом попаститесь да но я не пусть не к вашим пониманием что я должен одну действительно как многие ели там одну одну капусту в этом якобы святость нет я ем то что я хочу есть я до этого дошел я прошел огромный опыт в силу этого разных практик отсюда получив опыт что хорошо что плохо что нужно делать что не нужны к чему все это может привести то что опыта то что получил не получив того что хотел это собрание ошибок она получается от практики ты никогда не получишь опыт если не будешь практиковать так что я отчего стану вдруг негладким я стану от того что я запишу эти ролики менее добрым нет или что а где я ласкательные вещи о православии говорю чтобы люди до этого думаешь такой в чем я вот этого не пойму гладкий по сути этого выражения означает святой да поэтому поверят и пойдут опять ты конечно не написал здесь за мной а зачем они к чему они поверят и пойдут не надо ничему верить вы то что слышите если вы почитаете это добром так исполняйте это царство небесное это царство богов это царство святых людей а святость это доброта это любовь я только об этом говорю только об этом поэтому куда они пойдут за мной идти не надо я никаких всех не создаю я никого не контролирую никаких богословских школ не строй вся истина как иисус сказал в одном законе жизни поступай с другим так как ты хочешь поступать собой потому что ты свободен и бессмертен вечно ты в аду все равно жить не сможешь и всех держать в аду все бытие вокруг себя все вот вся истина сколько мне потребовалось 15 секунд я сказал все вся истина в этом вся крестьянство не нужна организация не нужна секта не нужно никаких шло школ никаких там системообразующих каких-то связей ничего этого не нужно сам так живи других учи прежде всего ты получается уже будешь учить своей жизнью и своим словом все 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 остальное бытовуха как я говорю бытовуха в любви это цвета жизнь она в любви все моя любовь к тебе сейчас проявляется в ответе на твой комментарий принципе наверно я выложился по поводу смелости заканчиваешь давай друг специально подпишусь буду ждать я тебе уже ответил ждать нечего полно видео смотри держи себя в руках иначе тоже сконечно польется гадость я блокирую людей потому что целыми днями о себе как а о себе понос не соответствующий истине слушайте до кушать я не собираюсь по поводу библии всех этих роликов я вам сразу скажу что на религиознике тебе на нем лежит моисеев покрывал пока вы его не снимите покрывал обрядов или вот этих все вот этого все культа мировоззрения вы ничего не услышите не поймете я говорю я с трудом представляю как ты если ты не расположен к познанию истина если ты закоренел в православии ты просто не сможешь их слушать и не естественно не услышишь и не познаешь истины то так и будешь в этой блевоте не кувыркаться на слово блевоте не обижайся это же рыгаловка на самом деле вся эта православная секта это блудница которая изрыгнута давно из уст божьих там нет ничего от от истины ничего я об этом говорю подробно ты да это сейчас праздные слова ну ты найдешь кучу где разбираю по полочкам показываю какой это вред наносит эти мысли мировоззрение учения практики сейчас я говорю в один ролик все не вместишь я образно говорю чтоб ты понял моё и другие как ты сейчас думать что я такой гладенький ты ты есть да иисус разве не так обличал иудаизм точно так же это клака вот так вот поэтому что-то еще сейчас хотел сказать и забыл сейчас две секунды очень важно вот что вспомнил по поводу если ты хочешь потому что я уже уже от опыта от практики а потом еще за ней опыт приобрел тоже практиковал доверял людям старался видеть во всех все светлое по примеру святых монахов православных видеть только свои грехи перед собой я все это прошел посмотрел да я конечно по комментарию несмотря на все твои якобы доброту там дорогой друг и все я конечно понимаю я я рад буду ошибиться если ты мне это докажешь явив себя день скайпе в беседе я увижу твое лицо твои глаза наш будет какая-то беседа возможно ты не не прям с мечом ко мне идешь разные люди я всех под одну гребенку никогда не подвожу знаешь когда называю православие или православные я говорю о явлениях о сущности какой-то пусть общности да и каждый сам понимает он к не принадлежит или нет вот и если ты это все с подколом я говорю или хочешь там что-то во мне выявить пожалуйста во первых звони да выявляй задавай мне вопрос который ты хочешь я ответил и люди узнали вдруг мои какие-то тайные мысли которых я еще не говорил и второе что это я никогда не запрещал я говорю писать на меня какие-то критические на своих ресурсах в ю тубе в интернете в реальной жизни можете делать все что хотите в этом свобода который бог дал всему человечеству каждый имеет право творить то что он хочет вы можете обличать меня словесно можете репостить мы вырывать там хоть фразы хоть целиком писать какие-то подкасты у лапкина я помню я видел канал как же он называется ты забыл что-то лапки игла обличение ли что такое там просто у него-то огромный там контента и кто-то просто минутные ролики вырезал то что потом где они ништя ряются как он там голубям головы отрезал да и что он там говорил вот эти вещи как он там жену свою в туалет не пускал это же жуть и хоть они вырваны так скажем отчасти из какого-то общего контекста даже его жизни до того что он делает но люди это делают и в принципе там хоть вырывай хоть не вырывай до убийство беззащитных животных это сразу все говорит о человеке а его сердце как он там жену в туалет при женщине сколько там 70 старый человек он ее в туалет не пускает на собрание тоже жутко позорит перед всеми вот даже сейчас говорю об этом не то чтобы на него как бы помой там вылетит так и есть это же все и он же сам все снимает это вырезаны не из тайных каких-то его не кто-то там на смартфон снимали все это есть просто в массе а кто-то вот режет пожалуйста если вы считаете что в моем контенте есть какие-то вещи которые чтобы вы хотите кому-то плюс пусть даже в концентрате только отрицательных вещей не говорят уж я что-то хорошее как и лапкин конечно кому-то и рублем помогает там да вот проповедует какой бы ни было как по моему мнению кривой евангелии точнее даже уже евангелия но он что-то говорит о христе и как павел писала флаг ему в руки да я этому рад говорит и ладно вот я в свою очередь все это обличаю без даже ссылок на него то человек который услышит голод истины сам выберет он и про меня гадости говорил когда меня увидел через козлова ничем не это не гнушается причем говорил такое что не если я говорю это все есть на канале то что он про меня говорил к его фантазии да я по нему вижу он же любит вот так вы знаете да там о человеке сидит там лысый без бороды и пошло поехало какой-то нехороший то это его это его жизнь уже сам это выкладывает пожалуйста съесть из моего контента вы считаете нарезать конечно можно бегаю дайте до психопатии нарезать слова из моих этих и клеить какую-то бредятину да как я говорю как раньше фильмов про рекуру поворотом какие-то когда там в письме из буков из журнала там что-то составлялось что почерк и не разобрать да там слали какие-нибудь эти пахи похитители там требования к своим жертвам да там родственникам здесь то же самое а так чтобы вы не вырезали я не за что мне не за что стесняться скрывать я бы закрывал свои ролики снизу какие-то стыдно было что вы оттуда вырежете я считаю чтобы вы не вырезали где-то не как даже плохое показали вы только ссылки добавьте как я всегда говорю на этого еретика пусть люди исходный материал посмотрят я знаю что кого зацепит это слово потому что я говорю правда умеет что мне где-то хочешь показать пересматриваемые ролики вон о православии из того плейлиста я говорю жестко твердо обличая все это что пожалуйста чё и какой я негладкий найди в этих роликах я чё больше вот скажу но еще добавится хорошо у меня есть конечно в общей массе где-то скуп скульз я говорю и о соборов они там до семи таинствах и о бракосочетании уж о браке семье мне кстати принципе плейлиста есть я там забыл показать найдешь его любовь к любящим семья брак там я затрагиваю ты темы венчание я просто не стал на своем канале выделять в отдельные плейлисты в общем есть все трогу я где-то и с оборвание уж я и с оборванием даже помощь ты на как я сказал в поиске на канале ведешь ты найдешь помог хоть один ролик да есть у меня вот так что вот так вот покаяние исповедь я вообще не считаю ну исповедь от понятно это у вас таинство о покаянии тащение таинства это жизнь человека это изменение это поступок это мимолетное решение мгновенное вернее решение ума а потом эта жизнь пока кается и сотворить плоды достойны покаяния более того это неразделимые вещи и стыкаешься и не творишь плоды значит и не каялся простей больше так не буду вот как это по-русски переводится по-детски так что вот так вот вещи нераздельные это не папу надо говорить о тому человек против которого ты согрешил и потом окружающим делать противоположное вот и всего твое покаяние это никакой не таинство это жизнь цвета и жизнь человека и евангельская жизнь как хочешь какие хочешь слова применять все они об одном вот так вот а по поводу игру пожалуйста тебе если хочешь подковырнуть меня я просто заранее вот я говорю вы все это можете делать я не буду жаловаться не в государственные органы на до порчу репутации как там на оскорбление можете хоть как не называть дьяволом во плоти бесом уродом негодяем чмырем вы все что соберете мне до лампочки это все не обо мне я не жалуюсь никогда сейчас на ютубе большие возможности внутри все видно кто вашими роликами пользуются уже ничего искать не надо алгоритмы все там просчитывают и весь этот видеоряд если где-то он попадает они видят я даже сам вижу вот в избранное добавляю какие-то кусочки там отражается что и канал избранная добавил там кусочка у вас есть такое исходное видео все это видно я ни на кого не жаловаться не буду не банить ваши каналы все что я буду скорее все там комментарии писать ссылки на мои прямые источники на канал я так уже делаю пару раз выкладывали где-то мои ролики нигде там не давали ссылки там я под роликом писал вот вот канал этого еретика естественно со своего канала то есть там и по имени было видно ну я еще словами писал замечал эти ролики тут же пропадали буквально через пару часов вот так вот побеждай зло добро вот пожалуйста канал то еретика сам пишу имени делайте я ни на кого ничего не жаловаться не буду хотите собирайте комментируйте подкастами или показывая свои лица не стесняясь раз уж вы и считаете что вы говорите правду вот пожалуйста я муж сам послушаю что это как-то что он там найдет ну принципе ты в комментариях пишем комментарии видео есть видео это голос этой мимика выражение что вот такой вот мой ответ тебе сегодня на комментарии он не столько православие сколько вот ну в обо всем поговорили я и решил воспользоваться твоим комментариям в час я уложилась морская сейчас 05 на этом я прощаюсь всех благ всех кто хотят я люблю более как-то тесно долго общаться я переписки я не люблю мне тяжело писать формулировать свои мысли то что если не бегут быстрее мне тяжело их излагать на бумаге чтобы руки поспевали да еще поспевали красивые грамотно все это составлять до для бесед я для мирных бесед я всегда открыт но они могут быть в контре конечно каждый будет отставить свою позицию ты можешь посмотреть у меня есть канал беседы как как в каком формате как они проходят со всеми по-разному не на всех разная реакция так скажем вот но если я готов себя держать в руках я считаю что есть от тебя сегодня тоже ничем я не хочу называть те другом и все эти слова настолько изничтожили как я говорил покаяние то же самое что слова что действия покаяние ты прости я больше так не буду а вот это ваше православное простите меня за все и все на свете да когда в этом перед причастием или в прощенные дни это все чушь вы обесценили эти вещи об этом найдешь ролик у меня вот этому о покаянии о прощении просто обесценивать эти вещи слова эти какой тебе друг дорогой вряд ли ты ценишь меня что-то дорогое что-то ценное посмотрев пару роликов вряд ли я стал для тебя дорогим тем более рп ту комментарии я вижу что я тебе неприятен я так что вот так вот поэтому я соответственно лицемерить лгать что-то там подлизывать не собираюсь с места у действительно друг и друг и тот кто со мной единомышленник более того возможно даже соратник тоже что-то там выкладывает да то что ты делает хотя бы на проповедь истины вот это мои друзья настоящие так что вот так хоть там иисуса стыни приведешь иуду другом назвал там первых большие споры как правильно переводить даже с греческого это слово то ли это означало приятель то ли это не тот дорогой друг в общем это не одно то же слово которое употребляет допустим когда иисус на вечере говорит не называю вас рабами называю с друзьями так что все это это все вечные поводы для споров для выяснений мы можем конечно них тоже говорить пока ты для меня просто человек написавший мне комментарии все меня на этом все надеюсь это видео кому-то принесет пользу и радость на этом с вами прощаюсь пока пока а